Это программа День с толком в студии Ирины Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В Алтайском крае просят сохранить почтовое отделение в сельской местности. В Алтайском крае объявили войну черным лесорубам. Масштабы их незаконной деятельности по-прежнему внушительны. Только в 2021 году они незаконно вырубили в нашем регионе почти 5000 кубов древесины. По поручению губернатора специалисты органов экологического надзора отслеживают лесные массивы и ищут преступников. За два с половиной года, согласно информации телеграм-канала Виктор Томенко, к уголовной ответственности привлекли более 200 человек. Кстати, частенько, чтобы скрыть вырубку, они поджигают деревья. Это видео предположительно из Егорьевского района. На нем конструкция из сучков и веток уложена около дерева. Подозревают, что такие делают специально для поджогов леса. Напомним, причиной начала самого масштабного в этом сезоне пожара в Егорьевском правоохранители считают поджог. Заведено уголовное дело. Алтайский край и Сахалинская область будут наращивать сотрудничество в продовольственной сфере. Это партнерство называют стратегическим. Сегодня делегация из Южно-Сахалинска прибыла в Барнаул, чтобы обсудить дальнейшие перспективы. Подробнее в нашем сюжете. Нас разделяют больше 4000 километров. При этом Алтай остается донором и порядочным партнером для Сахалинской области. Сегодня делегации от двух регионов собрались в Барнауле, чтобы обсудить дальнейший план сотрудничества. Несмотря на то, что Сахалинская область в последние годы развивает сельскохозяйственный потенциал, вопрос продовольственной безопасности стоит там остро. Напомним, Сахалинская область – единственный регион в России, полностью расположенный на островах. Потеря такого партнера для нас обернется кризисом товарных рынков глубоким. И, соответственно, невозможностью долгое время обеспечивать население жизненно важными продуктами питания. Сахалинская область как бы ни старалась, в силу своих каких-то специфических особенностей, региональных, климатических, она, естественно, будет оставаться регионом-реципиентом. Нет, наверное, ни одного жителя Сахалинской области, который не был знаком бы с продукцией алтайских производителей. Это, конечно же, мука, крупы, растительное масло. Но по некоторым группам товаров Алтайский край закрывает, наверное, до 80% всего объема. Речь идет об обеспеченности мукой за счет поставок из Алтайского края. Это более 80% рынка. Сегодня Сахалинская область также заинтересована в поставках зерна. На встрече обсудили и другие перспективы. Мы единственный регион за Уралом, который выращивает и производит сахар из сахарной свеклы. У нас сейчас есть один сахарный завод, но реконструируется второй сахарный завод. Мы надеемся, что в скором будущем, а как раз второй сахарный биски сахарный завод, он и ориентируется в первую очередь на Дальний Восток. Во время последней встречи двух делегаций было подписано несколько контрактов. Итоги этой встречи мы увидим уже в ближайшее время. Кстати, коллеги из Сахалинской области смогут также оценить более 400 продуктовых новинок от алтайских производителей. От традиционных для региона круп, муки, масел, сыров до мраморной говядины халяль, кокосового масла. Все это представят завтра на дне сибирского поля. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Движение на коммунальном мосту в Бийске должны запустить на два месяца раньше срока. Это стало известно на встрече губернатора Виктора Томенко и заместителя прокурора России Дмитрия Демешина. У нас с жителями Бийска. Кроме моста, людей также волновали вопросы ремонта школ и детских садов, обеспечения жильем детей-сирот. Семерым из них сегодня вручили ключи от новых квартир и сертификаты на приобретение жилья. Ключи от квартиры номер 143 в доме по улице Декабристов 20 вручаются от Хиповой Марине Викторовне. Этого момента дети-сироты ждали несколько лет. С 2018 года региональные органы и прокуратура ведут работу по обеспечению данной категории жильем. За это время в крае улучшили свои жилищные условия более 2,5 тысяч сирот. На эти цели край выделил 600 миллионов рублей. Но этого, по словам Виктора Томенко, казалось недостаточно. Стали искать решение проблемы. В итоге теперь в регионе работает система жилищных сертификатов. Стоимость одного – 2,7 миллиона рублей. Только за прошлый год, в том числе с помощью этого механизма, удалось помочь примерно тысячам детям-сиротам. В этом году на решение вопроса заложено 1,6 миллиарда рублей. В очереди на сегодня почти 6 тысяч человек. Квартира очень хорошая, и все в шаговой доступности. Ну, очень все понравилось. Уже видели, заходили в квартиру? Да, была в квартире. Очень хорошая, большая квартира. И все магазины, детские садики. У меня ребенок уже маленький. Для меня было важно, чтобы была детская площадка, и садик, школа рядом. На очереди было около года мы стояли. Благодаря оперативной работе РЖУ, прокуратуры и наших местных властей, мы очень хорошо и быстро получили сертификат. Мы очень этому рады. Мы можем теперь получить квартиру и выбрать сами, в каком районе именно жить. На личном приеме граждан Виктор Томенко и Дмитрий Демешин обсуждали, как решить и другие насущные вопросы битчан. Один из самых волнующих людей вопросов – сроки ремонта коммунального моста. Передвигаться на сегодняшний день к коммунальному мосту практически невозможно. Создаются пробки. В такое время, как лето, то есть все жарко. Вот у нас срок – конец ноября. То, что он будет выдержан, сомнений не вызывает. Но сейчас вопрос такой – есть ли возможность сдвинуть немножечко пораньше сроки сдачи? Сроки сдачи? Без потери качества, конечно. Мосту потом долгие годы жить, работать и обеспечивать битчан и гостей. Работа уже выполняется и выполнена. Самая главная задача – это выполнить работы по верхней части моста. Эти работы мы планируем завершить порядка на два месяца раньше, чем весь объект под мостом. Дальше работы будут вестись до 1 ноября, а может быть чуть раньше, в октябре. Тем самым подрядная организация рассчитывает, что полноценно передвигаться по мосту можно будет на два месяца раньше запланированного. Заместитель прокурора России Дмитрий Демешин, в свою очередь, дал указание взять эту ситуацию на контракт. И регулярно отчитываться о ней в краевую прокуратуру. Так, чтобы реверсивное движение, которое он сказал, глава Курсвад, города Бийска Курсвад, действительно имело место в рамках эффективного передвижения людей. Потому что пропад сегодня мы увидим, а сегодня не пятница и не воскресенье, а сегодня рабочий день. Также жители Бийского района в ходе личного приема просили провести ремонт в ряде образовательных учреждений, а советского сократить расстояние от жилых домов до мусорных контейнеров. Всего обратился 21 человек. По итогам встречи, заверила принимающая сторона, каждое из обращений будет отработано. Дмитрий Дроздов, День с толком. Депутаты АКЗС направили в правительство страны и руководство Почты России обращение с просьбой сохранить почтовое отделение в сельской местности. С 1 июля вступают в силу новые условия работы труда от сотрудников почты. И это может усугубить кадровый кризис. Его, по мнению алтайских законотворцев, важно не допустить. В отдаленных и малочисленных районах, где ограничена сотовая связь и доступ к интернету, услуги почты жизненно необходимы. Непростая обстановка уже сложилась во многих районах края – Красногорском, Топчихинском районах и в Горнике. В некоторых населенных пунктах почтовое отделение могут закрыться уже в ближайшее время, а в некоторых уже не работают. Людей там временно обслуживает мобильная группа. Чтобы не допустить усугубления проблемы, депутаты АКЗС направили обращение в правительство России и руководителю Акционерного общества Почты России. Инициатива направлена на пересмотр нормирования рабочего времени и оплаты сотрудников. Это проблема не только Алтайского края. Наши коллеги с республики Алтай с аналогичным заявлением выступили. Ну и вообще, в принципе, регионы Сибирского федерального округа, Дальневосточного федерального округа эту тему поддерживают. Поэтому мы просим пересмотреть эти нормы нормирования и все-таки не вводить новую систему оплаты труда или, по крайней мере, ее специфику учитывать с учетом сельской территории. Сегодня состоялся первый полноценный допрос так называемого инвалида в деле о смертельной драке на Старом Базаре. Дмитрий Лопатин – самая загадочная фигура в этой трагической истории, произошедшей летом 2020 года. Его обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести Михаилу Старцеву, который уже отбывает срок за эту потасовку. Сегодня Лопатин утверждал, что нападали в тот вечер на него. А тростью он лишь защищался. На заседании побывала моя коллега Анастасия Дороган. Она расскажет подробнее. Процесс начался с пачки документов. Дмитрий Лопатин представил суду кучу медицинских справок о состоянии своего здоровья. Мужчина подтверждал проблему с нервом, постановку на учет как инвалида третьей группы. Но есть нюанс. Лопатина с него сняли еще в 2016 году. Произошел допрос Лопатина, где он принес свои многочисленные справки, которые, в принципе, по сути, на момент 2020 года не имеют никакого отношения. Это 2012 год, 2023 год, что он где-то там получил очередную травму. То есть никакого отношения к 2020 году эти справки не имеют. Михаил Старцев был против приобщения к делу этих справок и заявил, что еще не видел инвалидов, устраивающих драки. Но судья все же прикрепила справки к делу. Затем Лопатин озвучил свою версию событий. В ней он приехал в злополучное кафе, чтобы познакомиться с девушкой. Ему, кстати, понравилась Лилия Ворогушина, девушка из компании Михаила Старцева. Но на предложение познакомиться, со слов Лопатина, Ворогушина в грубой форме отказала мужчине. Тот ответил, и к словесному конфликту подключился Старцев. В этот момент Дмитрий Лопатин направился к машине, чтобы взять трость. Хотел избежать конфликтной ситуации, побоялся, что в силу своего здоровья получу по голове. Пошел к автомобилю, в нем лежала трость. Зачем вы взяли трость? Вы в защите нуждались? Да. Вы звали на помощь? Нет, никого не звал. Что произошло дальше, мы слышали много раз. Потасовка закончилась смертью Павла Рохлова, который принял мужчину с тростью за инвалида и решил заступиться за него. Прокурор, допрашивая Лопатина, несколько раз возвращалась к моменту начала драки, когда Лопатин пошел к машине за тростью. Вот его объяснение. Вы когда отмахивались, Старцев какие-то активные действия проявлял? Он шел на меня, шел целенаправленно, агрессивно шел. Но я вижу же по лицу, что человек настроен драться, видно же. На следующем заседании стороны продолжат допрос Дмитрия Лопатина. Напомним, его обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести Михаилу Старцеву, который второй год отбывает наказание за причинение вреда, повлекшего смерть по неосторожности. По предварительным планам, до осени суд должен вынести решение по делу Лопатина. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, День с толком. Волонтеры вышли на борьбу с наркорекламой в Барнауле. Только накануне они закрасили десятки надписей, которые рекламируют сайты и мессенджеры по продаже запрещенных средств. Кто может пополнить ряды добровольцев и все ли фасадные граффити можно закрашивать? Об этом расскажет Данил Кузнецов. Внимательно смотрите на надписи «Заработок». Легкие деньги тут, где есть какая-то ссылка на Телеграм, на ВК, где есть номера. Вот, их закрашиваем. Волонтеры колледжа сродели и народной дружины в специальной опознавательной одежде, чтобы их не спутали с вандалами. В сопровождении полицейского в руках баллончики с краской. Ею они закрашивают подозрительные надписи о продаже наркотиков, которые распространители наносят в людных местах. Причем, как правило, ночью. Помимо того, что надписи есть на остановках и фасадах здания, грубо говоря, на наших главных улицах, есть еще на гаражных кооперативах и на трансформаторных будках. Они там появляются, потому что там проще всего нанести эту надпись трафаретную. Потому что здесь нет камеры, здесь не так много человек, но все равно, когда люди из двора выходят, они видят эту надпись. Принять участие в акции может любой неравнодушный житель края. Для этого достаточно купить баллончик и найти надпись, а потом начать красить. Кстати, если все-таки не хотите сами марать руки, можно обратиться в администрацию района, в котором заметили надпись. Но и не везде можно закрашивать самостоятельно любому желающему. Так, если надпись нанесли на частном или государственном объекте, к примеру, на здании магазина или администрации, ее закраской запрещено заниматься даже волонтером. Ликвидировать вредительские граффити вправе только люди, ответственные за здание. Администрация фотографирует надписи и передает их адреса волонтерам. Главное – не перепутать наркорекламу с безобидными объявлениями. Так, у надписи о продаже запрещенных веществ, помимо ссылки, ведущей в социальные сети либо мессенджеры, есть и другие отличительные особенности. К примеру, отсылка к источнику местопроизводства. С принтами либо арабскими пейзажами, либо верблюды всякие, то есть, вы понимаете, с южных регионов или с арабских стран. Или бывают, вот, например, сейчас мы закрашивали с принтами, как другую руку жмут люди. То есть, какая-то сделка. За один только день волонтеры в рамках традиционной антинаркотической акции закрасили десятки надписей. Но не исключено, что в скором будущем их на фасадах зданий снова будет много. К сожалению, распространители не дремлют и постоянно обновляют трафаретные граффити. Но, тем не менее, говорят добровольцы, закрашивать надписи нужно. Чем их меньше, тем больше вероятность пройти мимо них и не поддаться смертельному соблазну. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. 200 лет с момента создания отмечают Алтайский краеведческий музей. Сегодня в честь знакового юбилея стартовала череда торжественных мероприятий. Открытие прошло в концертном зале «Сибирь». Туда поздравить и оценить работу крупнейшего центра хранения историко-культурного наследия Алтайского края приехали представители музеев из 30 регионов страны. Сегодня подводится определенный итог, который связан с вспоминанием тех людей, которые стояли у истоков создания Барнаульского горного музея, а ныне Краеведческого музея. Сегодня мы смотрим, наслаждаемся теми коллекциями, которые были собраны и которые на протяжении многих лет сохранялись. И сегодня мы их продолжаем популяризировать. Сегодня мы говорим о том, что сделал Краеведческий музей и дальше какие планы будут в сохранении истории Алтайского края. Фондовое собрание музея включает в себя более 200 тысяч единиц хранения. Лучшие из экспонатов представлены на одном из главных событий, приуроченных к юбилею – выставке «Музей 200 плюс». О ней, а также в целом о достижениях старейшего музея Сибири расскажем в ближайших выпусках новостей. И еще об одном культурном событии – самый масштабный за всю историю Края выставки. Ее организуют больше 700 участников, а экспонатов представят свыше полутора тысяч. С 5 июля на протяжении трех недель в Титов-Арене будет работать межрегиональная выставка «Сибирь-13». Ее посетители смогут увидеть самые интересные творческие работы художников со всего федерального округа, а также принять участие в мастер-классах и лекциях на тему искусства. Подробнее в сюжете. Это-то вот дизайнеры все. Я им дам четкие квоты по площадям. И они отрисовали каждому. Видите, они все разные по размеру. Дмитрий Петренко, руководитель проекта, рассказывает, как разместятся участники на площади в 4000 квадратных метров. Вымеряли почти до миллиметра для каждого союза художников из 11 сибирских регионов. Самый большой павильон достался красноярцам. Все потому, что в их союзе художников аж 200 человек. Алтайских участников тоже немало – 112 авторов. А всего зрители смогут увидеть более полутора тысяч работ. Это и живописи, графика, и скульптура, и декоративно-прикладное искусство. И это при том, что работы прошли через сито отборов. Количество работ, отобранное, все равно кажется фантастическим. Вот мы сейчас с вами стоим, пока пустые стены, пока работы у стен стоят. Но если чуть-чуть подняться на сиденье и посмотреть, окинуть это все взором, то как бы не заблудиться. Но заблудиться не получится. Разработана навигация по выставке. А вообще такие масштабные мероприятия, где демонстрируют творческие работы авторов Сибири, проходят в крупных сибирских городах раз в пять лет. Поэтому и была у нас в Барнауле такая 42 года назад. Чтобы организовать эту, потребовались большие силы и средства. Более 9 миллионов из бюджета края, миллион гранд-губернаторов в сфере культуры, порядка 400 тысяч – спонсорские средства. А вот вход на выставку – бесплатный. Ну, наверное, ни у кого из нас не хватит сил и времени за один раз обойти ее. Поэтому, как было с азартом, а азарт был гораздо меньше по площади, ну, я была, не знаю, там, три или четыре раза. Поэтому, конечно, сюда нужно будет прийти несколько раз, если ставить себе задачу посмотреть все. Поэтому с 5-го числа и по 28-го июля хоть каждый день по четыре раза можно приходить, всей компанией, семьями. Можно не только посмотреть, но и послушать. 6-го июля здесь будут проходить также 13-е по счету сибирские искусствоведческие чтения. Зрители планируют вовлечь ей в мастер-классы. Будет шесть мастер-классов разных художников. Причем мы постарались подобрать художников так, чтобы зрителям было интересно, как можно более разнообразная кухня творческая. Поэтому там будет, например, скульптор с материалом. То есть он не просто обещает лепить из глины чего-то, а заниматься ваянием. Или, например, Александр Гордиенко, он традиционно наш резидент всех наших программ, он также будет показывать мастер-класс акварель. На выставке выберут и лауреатов, чьи работы отправятся на общероссийскую выставку. А еще по результатам Сибири-13 будет издан шикарный цветной альбом выставочных работ. Остается напомнить, что выставка откроется в Титов-арене 5 июля и продлится до 28 числа. Время работы с 11 до 19 часов. Вход бесплатный. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова